Президент Республики Узбекистан Шавкат Мурзаюев по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова находится с рабочим визитом в городе Бишкеки для участия в мероприятиях очередного заседания Совета Глав Государств Организации Тюркских Государств. Организация Тюркских Государств. Мы видим, как за последние годы она заняла важное место в формирующемся новом миропорядке и системе международных институтов. ОТГ активно развивается, все более совершенствует свою деятельность. И, как отмечал президент Шавкат Мурзаюев, голос братских народов, неразрывно связанных языком, религией и духовными ценностями, теперь еще громче и сильнее звучит во всем мире. Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Это государства-члены организации. Венгрия и Туркмистан имеют статус наблюдателя. Территория ОТГ, отмечают эксперты, является регионом, обладающим огромным потенциалом во всех сферах. С 2019-го, после ратификации Нахичеванского соглашения, Узбекистан полноправный ее член. Более того, инициатор множества прорывных инициатив, благодаря которым структура вышла на совершенно новый этап развития. Увеличиваются объемы товарооборота, усиливается кооперация. Эффективно реализуются крупные совместные проекты в сферах промышленности, транспорта, энергетики, водного и сельского хозяйства. Активизировались культурно-гуманитарные обмены. Наша страна установила отношение стратегического партнерства со всеми членами организации. Последовательно реализуются документы, подписанные на полях исторического самаркандского саммита, прошедшего в 2022 году под девизом «Новая эра тюркской цивилизации на пути к общему прогрессу и процветанию». В период председательства Узбекистана, напомним, было проведено более 100 мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между тюркскими странами. Выдвинуты важные инициативы, созданы новые структуры. Так, на основе концептуальной программы «Тюркское видение-2040» запущены более эффективные механизмы практического сотрудничества. Начали функционировать Организация профессиональных союзов тюркских государств, Академия космических исследований, Географический совет, Институт предотвращения засухи, Союз нотариус. Установлены тесные партнерские связи с рядом авторитетных глобальных и региональных структур, Организацией объединенных наций и ее специализированными институтами, Организацией исламского сотрудничества, Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организация экономического сотрудничества. Следует отметить, что среди государств-членов ОТГ именно Узбекистан впервые ввел в практику разработку в период председательства отдельной концепции и плана мероприятий. Это вкратце, что было сделано нашей страной. В ноябре прошлого года в Астане прошел 10-й юбилейный саммит Организации под названием «Тюркская эра». Глава государства вновь выдвинул целый ряд актуальных инициатив. Высочайшей оценкой проделанной официальным ташкентом огромной работы, о которой знают и особо ценят все братские народы, стало вручение руководителю нашей страны высокой награды. Высшего ордена тюркского мира. Символ оттесной дружбы и сотрудничества, который, как отметил президент Шавкат Мерзиёев, мы подняли на новый уровень, опираясь на истинные узы братства. Важную инициативу озвучил лидер нашей страны и на полях состоявшегося в июле этого года неформального саммита ОТГ в Азербайджанской Шуше на тему построения устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата. О многом говорит тот факт, что с момента вступления в ОТГ на саммитах организации, прошедших с 2019 по 2024 годы, президентом Узбекистана выдвинуто 68 конкретных инициатив, направленных на дальнейшее развитие многопланного сотрудничества в рамках организации. К текущему времени 43 инициативы уже реализованы и 6 находятся на завершающей стадии. Из инициатив, находящихся на исполнении, 19 было озвучено в ходе саммитов в Самарканде, Анкаре, Астане и Шуше. За годы участия Узбекистана в организации проведены десятки крупных мероприятий в сферах туризма, сельского хозяйства, молодежной политики, культурного и просветительского наследия IT, железнодорожного транспорта, безопасности, образования, здравоохранения, таможни, науки и инноваций. В 2022 году город Кокант объявлен туристической столицей тюркского мира, а Бухара – первой молодежной столицей тюркского мира. А нынешний саммит ОТГ в городе Бишкеке, участие президента Шавката Мерзиёева в данном мероприятии, отмечают эксперты, безусловно, станут важной вехой в развитии многостороннего сотрудничества и укреплении дружбы и братства тюркских народов. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. В аэропорту города Бишкека главу нашего государства встретил председатель кабинета министров Кыргызстана Акалбек Джапаров и другие официальные лица. Итак, основные события саммита здесь, в Бишкеке, состоятся 6 ноября. В его работе примет участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев. Лидер страны озвучит целый ряд инициатив, направленных на дальнейшее развитие данной организации и расширение многопланового партнёрства. Главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего углубления культурно-гуманитарного и торгово-экономического взаимодействия. Другие актуальные вопросы. Будет подписан солидный пакет документов. Мы будем детально информировать вас об этом. Сергей Лебаев, Рустам Шарахимов. Специально для телеканала «Узбекистан-24» из Бишкек.